Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус предложил переименовать 4-й мост и уже назвал свой вариант. Об этом он рассказал во время проверки строительства развязки на улице Волочаевской. Подробности в сюжете далее. Ну что, давайте откладывайте. Отчитывались перед врио губернатора городские и краевые чиновники. После проверки Александр Ус дал задание главе города быстрее решать спорные вопросы по расселению жителей Николаевки, чтобы люди вовремя получили компенсацию. Сейчас подрядчик уже построил земляную дорогу от 4-го моста длиной почти полтора километра. Установлены опоры первого путепровода, который соединит 4-й мост с улицей Волочаевская. Строительство развязки пройдет в два этапа. Первую часть работ подрядчик закончит уже через год. Этап идет у нас строительство монтажа путепроводов. Это самые ответственные этапы и интересные. За ним даже интересно наблюдать со стороны, что иногда делают предъявящие машины. То есть металлические конструкции все готовы, все находятся на площадке. За зимой будут смонтированы практически все металлические конструкции. То есть будет видно абсолютно уже створ съезда. По проекту в своре улицы Волочаевской от Дубровинского до Копылова построят автодорогу протяженностью более двух километров. С четырьмя путепроводами. Магистраль станет шестиполосной. По три полосы в каждую сторону. На протяжении дороги будет шесть пешеходных переходов. Один надземный и пять подземных. Не забудут и про благоустройство дороги. Здесь будет высажено большое количество деревьев. Порядка двух тысяч деревьев соответственно будут сформированы газоны, зеленые зоны. Ну все, что связано с внешним обликом дороги. Во время общения с журналистами Александр Ус предложил переименовать четвертый мост и поделился своей идеей. По его словам название, которое он придумал, отражает историю места и выражает уважение к людям, проживавшим здесь много лет. Я вот своим водителям, кстати говоря, когда мы сюда едем, я говорю, поедем через Николаевск. А вы сюда затянулись каким-то конкурсом. Я ничего не навязываю, вы имеете в виду. Но четвертый мост это как-то, ну наверное, не то, чего достойно. После открытия развязки на Волочаевской чиновники собираются развить сети улиц дублеров, которые сделают передвижение автомобилистов в этом районе более комфортным. По расчетам специалистов, магистраль сможет пропускать более 6000 машин в час. Денис Денисов, Алена Гривцова и Павел Иваницкий. Седьмой канал.